Популярные вопросы Интересный звук, я конечно понимаю об этом Но так случилось Что в общем-то это наверное Самое важное для тебя В манении на уток Очень многие уже сделали Эти обучалки, я не знаю если честно Что придумать такого Открыть с какой стороны этот звук Расскажу немного Про историю этого звука, может быть ты не знаешь Этот звук придумали в Луизиане В середине прошлого века И долгое время этот звук был Секретным, потом уже После 80-х годов Многие производители Такие матерые как Фолк И Хейдл Они начали делать и позиционировать манки Именно с применением этого звука Бытует Два мнения, две версии Получения этого звука У уток, первая версия То что Зоб наполненный до отказа Сужает голосовые связки птицы И из-за этого появляется сипатость Второе мнение Это Когда утка взрослеет У нее Соответственно Анатомические какие-то Особенности Появляются И она начинает Подсипывать Сложно сказать Наверное Мало кто Сможет ответить Определенно на этот вопрос Но в общем По сути В Луизиане Многие охотники Связывают этот звук С сытой уткой И является этот звук Приманивающим Соответственно Показывая Этим звуком Другим уткам Что в общем-то Наверное В этой локации Все хорошо с едой Но опять же Все это очень сложно И для нас Людей Которые там Постигли Этим звуком Там 5-10 лет назад Сложно рассуждать Такие глобальные вещи Когда Работает этот звук Не работает В каких местах Этот звук работает Как он определенно Должен звучать Этот звук То есть Есть нюансы В самих манках Поэтому Отложим Дискуссионный вопрос В сторону Хочу просто тебе донести Что этот звук Является Особенностью Твоего Биомеханического Восприятия То есть Насколько ты Сможешь Заставить Свои Мышцы Издавать Этот звук Насколько ты поймешь Как издается Этот звук Настолько тебе Легче будет Его и получить То есть Для новичков Которые В общем-то Не умея Вообще Манить в манок Я бы Абсолютно Не советовал Вот Касаться Этого звука То есть Этот звук Касается Только тех людей Которые уже Все знают Все умеют И у них Немного Не получается Вот Чуть-чуть Этот Кейджин Сквилл То есть Людям Которые Осваивают Обычный Кряк Я даже Сказал бы Противопоказан Этот звук Чтобы не было Каши в голове Чтобы базовые Звуки Не ломались Это Звук Продвинутый И На этом Точка Прежде чем Взять Манок В руки Я тебе рекомендую Одну простую вещь Чтобы понять Как извлекается Звук Из манка Кейджин Сквилл Тебе нужно Набрать В рот Воды В буквальном Смысле То есть Когда мы Набираем Полный рот Воды При этом Мы Помним О том Что подача Воздуха Происходит У нас Из Диафрагмы Да Если ты не знаешь Как Делается Подача воздуха То вернись К видео У меня есть Базовая Обучалка По поводу Того Как должны Происходить Подачи Воздуха И чем Они контролируются Набирая В рот Воды Ты должен Ее Выплюнуть Но выплюнуть Струей И чем Уже И тоньше Будет Струя воды Тем правильнее У тебя Будет Все положение Вот этих Вот мышц Скул Челюсти И губ Вот эта Вот связка Она является Самой важной В изучении Этого звука То есть Если Предположим Что у меня Сейчас во рту Вода Я хочу Ее Максимально Далеко Выплюнуть Максимально Тонкой струей Я это делаю Приблизительно Вот так Вот Теперь смотри Нюансы Потом Когда ты уже Овладеешь Этим звуком Тебе будет Все намного Проще Но чтобы Легче было Овладеть Этим звуком Представь себе Воздушную камеру Внутри Ротовой полости Челюсть Челюсть Немного Приоткрыта При этом Она не выдвинута Не задвинута Она просто Приоткрыта И из Твоих губ И щек Мы делаем Вот здесь Сужение Сужение Как будто бы Мы хотим Выдавить Очень тонкую Струю И при этом Наш Воздушный Пузырь Который Образовался Во рту Он Вот таким образом Уменьшаясь Должен Выходить Из ротовой полости Теперь смотри Нюанс Чтобы тебе Было еще Легче Я тебе Предлагаю Сделать Озвучить Этот выдув То есть Как это Будет звучать С голосовой Модуляцией Да Ов 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 Нюанс Со звуком Ов Мы делаем Камеру Внутри Ротовой полости В конце Ты слышишь Звук Выдува Связав Эти два Звука У нас Получается Ов 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 При этом На звуке Ов У нас будет Просто Обычный Кряк А на звуке У нас уже Должен появляться Визг Я бы мог бы тебе Показать Эти два Звука И потом Ты Можешь Их Связать Но я считаю Это Намного Усложняет Процесс Обучения Потому что У тебя Получается Один звук Получается Второй звук Потом ты Начинаешь Ломать голову И думать Как их Связать Я предлагаю Тебе сделать Это сразу Чтобы у тебя Получалось Все сразу Я уверен Что у тебя Сразу Это не получится Если ты Не владеешь Этим звуком То есть Вот прям Так Сразу Сесть И Вот Чтобы он У тебя Получался Я еще Не видел Никого Ну то есть Вот прям Люди Которые Мне просили Саня Объясни Обучи Я никогда Еще не видел Людей Которые Сразу Опа И получился То есть Как это Происходит Это нужно Взять Монок Помня В голове Что Этот звук Состоит Из Двух Созвучий Да Назовем Это так Оу И Сопоставляем В голове И пытаемся Произнести Оф 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 И Обрати Внимание Положение Моих Губ Они Напряжены И Они Сужены Оф Оф В первой части Я помогаю себе Челюстью Оф 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 Поджимаю Ее Ее можно И не поджимать То есть В принципе Ты можешь Ее просто Не двигать Оф 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 Берем Монок И просто Повторяем В Монок Этот звук На конце На конце На конце Этого Выдува Должна быть Предполагаемая Заслонка То есть Мы Настолько Сужаем Этот Выдув Что Губы Наши Соприкасаются В конце Должно Быть Соприкосновение То есть Вот На этом Соприкосновение Ты будешь Ловить Этот Виск Фанок Обрати Внимание Что Этот Виск Может Появиться В конце Звука Ты можешь Его Делать Практически В самом Начале Сразу После Кряка А можно Прям Сразу Переходить На Виск То есть Без Кряка Правильный Звук Звучит Именно В Кряке На Конце Еще Раз Возьми Монок Вспомни Как звучит Этот Звук На Выдуве Оуф 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 И Долби Долби День Два Три Пять Сколько Потребуется Не Зависит От Того Какой Монок Как Ты Будешь Делать Зависит От Того Насколько Ты Будешь Тренирован Я Хотел Бы Поправиться Да То Конечно Зависит От Монка Есть Очень Легкие Монки В Освоении Кейджин Сквилла Самый Простейший Наш Монок Есть Более Сложные Монки В Освоении Кейджин Сквилла Я Не Могу Тебе Сказать Легкий Твой Монок Или Нелегкий Твой Монок Я Могу Сказать Что Практически На Любом Монки Возможен Это Звук На Этому У меня Все Приманивайте И будьте Сманией